Хорошо. Следующая наша история, друзья мои, это интервью Эйсмонт. Давайте прокомментируем, вы знаете, да, Путин, Владимир Владимирович, человек, который так любит, так сказать, чужие земли собирать. Собиратель земель известный. Вот. И он сказал, что Лукашенко надо сесть за стол переговоров с оппозицией. Замечу, что он не употребил там какие-то обидные слова, типа беглые, пятая колонна, протестуны и так далее. Он сказал, я понимаю, что в Беларуси есть проблемы, мы эти проблемы видим, и поэтому надо садиться за стол переговоров. Естественно, возбудилась вся белорусская пропаганда, воскресенские, яйцеведы, яйцелюбы, яйцелизы, все возбудились, перевозбудились. Как так? Значит, и свое интервью на эту тему и на тему мигрантского кризиса дала пресс-секретарь, знаменитая пресс-секретарь, Лукашенко, любительница некоторых элитных вин, Наталья Эйсмант, которую засняли в некоторых дворах и сливы разговоров, которые свидетельствуют о ее необычных хобби, в частности охоте и всем остальным. Вот, а вот она еще интервью дает. Но мы об этом всем поговорим с нашей гостью, это пресс-секретарь президента Беларуси, Наталья... Я включу себе аудио получше. И предлагаю посмотреть. Эйсмант, Наталья Николаевна, добрый вечер, я очень рад вас слышать. Добрый вечер, Игорь, взаимно, добрый вечер всем нашим зрителям, давайте разговаривать. Какая добрая, вот добрая, чтобы она осенью была такой доброй, да, и во дворе, где Роман Бондаренко жил, вот, чтобы она такая добрая была, а так, добрейший человек, смотрите, вот. Так, дальше идем. Наталья Николаевна, ну две последние недели у нас у всех такие вот достаточно сложные, сотни людей в телеэфире, на границе, очень много работают для того, чтобы в сложной ситуации оказать беженцам всю помощь. Ну вот так, по ощущениям, самые сложные две недели у президента, потому что, с одной стороны, нужно курировать все вопросы по размещению беженцев, оказанию им помощи, там, с другой стороны, поляки продолжают свою вот и агрессивную риторику, и некие там действия, явно намекающие на военную агрессию. Нужно решать, как поляки намекают на военную агрессию. Сейчас леопарды вторгнутся, значит, в Беларусь, чтобы не допустить две тысячи беженцев. А Лукашенко две недели только о них и думает, да, как это у Филатова про бутерброд и народ. Только теперь он думает не про белорусский народ, да, пес с ним с этим белорусским народом, да, а вот курдский, сирийский народ. Шире думает просто, понимаете? Европейская дипломатия, это тоже обязательно Лукашенко. Расскажите, у главы государства, ну, последние две недели, 24 на 7 рабочий график, я так понимаю. Европейская дипломатия, это тоже Лукашенко. Представьте, да, он европейская, европейская вся дипломатия, это Лукашенко. Вы знаете, я хочу начать с того, что для наших зрителей, мы с вами знаем это, наверное, чуть более подробно, но для наших зрителей президент на экране каждый день. И они видят его повестку, и это, ну, я сейчас скажу официально, хорошо? Это не для того, чтобы президента помнили, не забыли, не для пиара, это вот самая официальная формулировка из всех возможных. Чтобы мы не забыли президента этого, да, мы его не забудем. Это вот что, что, а помнить это будут. Реально, отчет президента, и не только президента, но и его подчиненных перед народом. Что касается самой повестки, графика особенно, то, конечно, будет правильно сказать, что в целом он выстраивается с учетом возникающих вызовов, в первую очередь, с учетом тактики, стратегии, каких-то стратегических вопросов. И вы правильно сказали, но не полно, не только граница в повестке дня. Совсем недавно президент обозначил, ну, наверное, на сегодняшний день четыре основных направления, по которым ведется работа, которым уделяется внимание. Это понятная ситуация на границе, в первую очередь. В первую очередь, граница, ну, первую, конечно, черт с ней с экономикой, черт с ней с людьми в тюрьмах, черт с ним с национальным диалогом, с конституцией с этой черт с ней, граница самая важная. Да. Давайте не будем забывать. Да, согласен. Это санкции, тоже понятно, не нужно объяснять, насколько это немаловажный вопрос. Немаловажный вопрос санкции, ну, сейчас видите, с Меркель, Меркель молодец, стала это все откладывать. Уборочная кампания, я буквально вот по одному предложению, как на сегодняшний момент, например, вот... Уборочная кампания, вот одного уровня вопроса все у Лукашенко. В пандемии, я знаю, докладывали президента и докладывают каждый день до сих пор. Мы уже имеем на сегодняшний день чуть более 50% от пика, давайте об этом говорить. 50% от пика. От пика 50% у них по коронавирусу. Все, победила Беларусь коронавирус. Самой низкой вакцинации, отсутствие масок, да, необязательным ношением масок, массовыми мероприятиями победили коронавирус. Первая страна в мире, которая таким методом и побеждает. У вас об этом на фоне проблем на границе. Больницы выводятся, чистятся. Ну, что касается уборочной кампании, понятно, она завершена. Накормим наших людей, продадим на 6 миллиардов долларов. Санкции. По этой теме тоже. Что? Что там на 6 миллиардов долларов? Санкции? Работа ведется каждый день. Каждый день и президентам, и правительствам. Очень много этому внимания помогает нашим предприятиям. Ну, а что касается ситуации... Ну, то есть нашим предприятиям за наш счет помогают. Потому что других же денег нет, все за счет налогоплательщиков, это же госпредприятие. Да? И как-то никто им... Другие не торопятся помогать. Все за наш счет. На границе, то понятно, что это постоянные доклады президенту. Президент все держит под контролем. Погранкомитет, председатель погранкомитета, силовики... Ну, он же сказал этому BBC, что мы помогаем там им... Вот постоянные доклады. Сколько им помогли перебраться? 20. Ну, их вернули тогда на тот участок границы. Он же пограничник, он знает, где дырки. Да? И постоянно они сидят там. Как их запустить в Польшу? Как их запустить в Литву и Латвию? Надо найти дыры. Дайте им кусачки. Дайте им... Что там еще? Гранаты светошумовые. Ну, все понятно. Правильно. По вашим ощущениям, как Александр Григорьевич отреагировал на предложение Меркель пообщаться все-таки по телефону. И по вашему... Он кричал, ура! Ура! Ес! 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 Дайте мигрантам шаурмы. Ес! Они молодцы. С ощущением, есть ли компромисс между президентом Беларуси и в Рио канцлера Германии? Ну, вы знаете, что касается организации этих телефонных звонков, я процитирую президента. Он вчера рассказывал об этом представителям BBC. Они также спрашивали, их интересовало ли, понятно, эти телефонные звонки. Ну, их еще Окрестина интересовала. Он сказал, да, там били всех, да. Помните, что разговором, двум разговором с нашим президентом предшествовали разговоры канцлера Германии с президентом Российской Федерации? И тогда Владимир Владимирович Путин абсолютно четко дал понять, что разговаривать нужно с Минском. В Минске находятся эти люди, которые пришли к границам Евросоюза, которых туда позвали и разговаривали... Да-да-да, их позвали. Вот только никто не может предъявить, где приглашение, кто позвал, да. Ну, такая, это любимая ложь белорусской пропаганды, что кто-то кого-то звал и вообще, что кто-то кого-то вообще должен звать. Люди, если едут куда-то, они едут по своему собственному решению. Их могут позвать только родственники их, да, и друзья, больше никто. Кто звал, где звал, кого звал. Ну, чистой воды такая, конечно, манипуляция. Ну, а то, что Путин, да, это любимый его метод, что все звонят ему, типа, Володя, ты там как-то, ну, у тебя там эти неадекваты все, помоги. Вот, а он говорит, нет, вы должны разговаривать с Луганском, с Лугандоном. А, нет, вы должны разговаривать с ДНР, с этими, да, полевыми командирами. А вот у нас еще один такой, типа, Лугандонный ДНР образовался, да, в Минске. Вы должны с ним разговаривать. Давайте, давайте, давайте. Вот, вам же надо решить ваш вопрос. Нужно с Лукашенко, который действительно держит всю эту ситуацию под контролем, знает ее, и с ним нужно решать, Евросоюз, с Беларусью, все эти вопросы. Ну, то есть он организатор, она честно говорит. Он организатор всей этой ситуации, он ее держит под контролем. Он организовал именно на территории Беларуси всю эту историю, да. Вы знаете, ну, я абсолютно уверена, что отношения к этой ситуации существуют абсолютно разные. И в отличие от польских политиков, я уверена, что в Европейском Союзе есть огромное количество людей, которые так же, как и мы, не могут смотреть вот в эти детские глаза. Вот эти детские глаза не могут смотреть, ну, в детские глаза никто не может смотреть. Ну, в детские, которые мерзли, полуголодными сидели, ну, сейчас чуть лучше условия наградить. Ну, мерзли, потому что их не разместила белорусская сторона никуда, поэтому они мерзли. А вообще, должна была разместить нормальных людей, там, в профилактории, в санатории, и не мерзли бы, и глаза были детские бы, не в слезах. Я абсолютно уверена, что отношения к этому во многом идентичны. Политика делает другое. Вы сейчас задаете мне, Игорь, вопрос про политический диалог, ведь, в первую очередь. Конечно. Я хочу сказать, что, ну, не мое дело говорить, является ли то, что сейчас происходит, политическим диалогом. Это дело, в первую очередь, главы государственной, это дело наших дипломатов, Министерства иностранных дел. Мое дело по вечерам, по улицам ходить с некоторыми там нашими этими, и чем заниматься? Тем, чем мы осенью и занимались. Охотой. Охотой на людей. Вот. Вот это мое дело. А это диалог какой-то политический. Разве это мое дело? Нет. Работа. Ну как? Пытаемся организовать работу над разрешением этого кризиса. Может быть, это... Да, мы видим, как пытаются организовать работу над разрешением кризиса. Невероятно, да? Кусачки давая, светошумовые гранаты, измываясь над людьми. ...со самой частью этого диалога. Может быть, нет. Это решать не нам. Расхожая фраза, мяч на их стороне. Я недавно отвечала российским журналистам, где-то с недели назад, когда они про этот диалог у меня спрашивали. Могу только подтвердить. Мы никогда не отказывались, не отказываемся и не будем отказываться от диалога. Не мы его разрушали. Не они разрушали диалог. Они вообще диалог не разрушали. Как он сказал, да, генерал-губернатор наш, сказал, мы вырежем всех, кто с нами не согласен. Но диалог они не разрушали. Просто вырезают всех. Да, он именно это слово употребил, которое, ну там, ИГИЛ любит употреблять, там, кадыровцы, не знаю, какие-то такие вот люди. Вырежем всех, кого вы финансируете. Это он диалог не разрушает. Конечно, нет. Думаю, что вы прекрасно знаете, работая с полковицейского государства, что он готов говорить с любым человеком. Ну, к слову, даже и вот... Только в СИЗО. Когда человек сидит в СИЗО, он готов поговорить с любым человеком. А когда на свободе, что-то не очень готов говорить с любым человеком, так пусть со Светланой Тихановской поговорит. Если он готов говорить с любым человеком. В чем проблема? Интервью западным журналистам это подтверждает. Поэтому по-живому видим по поводу диалога, а сейчас бы с тем, что имеем разобраться. Ну, мы с вами, Наталья Николаевна, знакомы достаточно давно. То есть я ваш ответ понял. Спасибо, что ответили. Может быть, даже где-то подтекстами. Но вот по поводу общения со всеми... Подтекстами. У нее подтексты есть. Кто готов к нормальному общению? Вот накануне Александр Лукашенко дал интервью британской BBC. До этого было большое интервью CNN. Но вот пока мы видели несколько фрагментов на наших телеканалах этого интервью. Понятно, потому что это эксклюзив BBC. В общем-то, сегодня на их сайте мы посмотрели репортаж там 3,5 минуты. Дай бог, чтобы они все-таки побольше выложили, не вели себя как CNN. Но... Да, чтобы не вели себя как CNN. Которая просто убрала там, где откровенная ложь. Вот где откровенная ложь? Ну, типа там, коронавирус лечится салом. Да, вот такие всякие вещи. Да, или что мы никогда не били никого на окрестина. Да, но они вырезали, потому что, ну, это же ложь просто. Или что у нас в стране нет страха. Зачем это американцам? Ну, как бы, они же привыкли людям верить, что если человек говорит, он, ну, как бы, знает какие-то факты. Да, и они, конечно, когда это, ну, откровенно, факт чеки не проходит, они это повырезали. Обиделись. Обиделись. Наталья Николаевна, на падающем флажке не могу не задать вопрос. Мы с разных сторон и разного уровня слышим порой вот некие призывы к диалогу между официальным Минском, ну, и всегда это имеется в виду, конечно, Александра Лукашенко и, значит, там, белорусской оппозицией. Вот, на мой взгляд, да, вот действительно, как человека, который много лет работает с президентом, Александр Лукашенко готов говорить конструктивно с кем угодно. Журналисты, политики, оппозиция, совершенно, ну, все не важно, если мысли здравые. Конечно, мы видим, как он конструктивно, буквально с 95-го года со всеми говорит, как он конструктивно говорил с Верховным Советом 12-го Созова, как он конструктивно говорил с Гончаром, конструктивно поговорил с Захаренко, конструктивно поговорил с Карпенко, конструктивно поговорил с Козулиным, конструктивно поговорил с Санниковым, Никляевым, кто там был тогда еще, с Таткевичем, И всеми остальными кандидатами в 2010 году, конструктивно поговорил с журналистами, сейчас конструктивно поговорил с Тихановской, с Колесниковой, с Бабарико, со всеми конструктивно, главное, говорит, потрясающе, с Тихановским Сергеем, конструктивист. Давайте обсуждать. Но есть люди, которые называют себя оппозицией, а по факту являются преступниками, врагами государства, на них уже уголовные дела завели. А кто же завел на них уголовные дела? Не вы ли? Не конструктивист со своими друзьями? Завел? Как завел, так и может отозвать. Это же он, это его личное решение. При чем здесь? С ними никто диалога вести не будет. Просто короткий вопрос. Я прав или нет? Не будет же диалога с врагами государства, верно? Этот вопрос также вчера журналисты BBC задавали президенту. Я приоткрою эксклюзив и процитирую то, что ответил глава белорусского государства. Вы абсолютно правильно обозначили. Вы и многие другие плитологи, журналисты, которые недавно эту всколыхнувшуюся тему подхватили. Президент сказал, что с людьми, имеющими любую точку зрения, но которые живут в стране, понимают ситуацию, за страну настроены патриотично. Так, еще раз. Люди, имеющие любую точку зрения, но живут в стране, за страну настроены патриотично. Пока подходит один человек, Юрий Воскресенский под это, как вам кажется? Или кто-то еще подходит? Ну, Гайдукевич, наверное. Вот их два, которые подходят под этот критерий. Потому что, ну, патриотично, это значит, они же за Лукашенко. Лукашенко это сокровище Беларуси. Без Лукашенко жизни нет в Беларуси. Патриотично. Живут в стране и за страну. За Беларусь. Лозунг за Беларусь. Я прямо удивлен. Где же этих людей найти? Ну, в принципе, можно выпустить из тюрем, если они хотят. Мы будем разговаривать. С любой оппозицией, с предателями нет. Да. Так вот, если они, у них критерий. Хорошо. Если объективно смотреть, критерий. Живут в стране. Ну, те, кто находятся в тюрьмах, они живут в стране, да? Да. Дальше. За Беларусь и патриотично настроены, но с любой точкой зрения. Пожалуйста, выпускайте Тихановского, Статкевича, Колесникова, Знака, Бабарико. Выпускайте их и ведите с ними диалог. Ну, вот, пожалуйста, они в стране живут, если не хотите, с беглыми. Да. У них любая точка зрения. Они точно патриотично настроены. Северинец. Очень патриотично настроен. Пожалуйста, если вы реально настроены на диалог.